Михаил Булгаков. Спиритический сеанс. Не стоит вызывать его. Не стоит вызывать его. Речитатив Мефистофеля. Часть первая. Дура Ксюшка доложила. Там к тебе мужик пришёл. Мадам Лузина вспыхнула. Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне ты не говорила. Какой такой мужик? И выплыла в переднюю. В переднюю вешал фуражку на оленьий рог Саверий Антонович Лисеневич и кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад. Мадам Лузина вспыхнула вторично. Ах, боже! Извините, Ксаверий Антонович, это деревенская дура. Она всех так. Здравствуйте! О, помилуйте! Светский растопырил руки Лисеневич. Добрый вечер, Зинаида Ивановна. Он свёл ноги в третью позицию, склонил голову и поднёс руку Лузиной к губам. Но только что он собирался бросить на неё долгий липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. И взгляд угас. Да, немедленно начал волынку Павел Петрович. Мужик! Дикари! Форменные дикари! И я вот думаю, свобода там, коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки? Мужик! Вы уж извините! Ради бога! Муж... А-а-а! Дурак! Подумала мадам Лузина и перебила. Да что же мы в передней? Пожалуйте в столовую. Да! Милости просим в столовую! Скрипил Павел Петрович. Прошу! Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой и вышла в столовую. Я и говорю, продолжал Павел Петрович, обнимая за талию гостя. Коммунизм. Спору нет. Ленин человек гениальный, но... Да, вот не угодно ли Пайковую? Сегодня получил. Но коммунизм это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... Ах! Разорванная? Возьмите другую. Вот, с краю. По своей сути требует известного развития. Ах! Подмоченная. Ну и папиросы. Вот, пожалуйста, эту. По своему содержанию... Погодите, разгорится. Ну и спички. Тоже пайковые. Известного сознания... Погоди, боль. Ксаверий Антонович. Чай до или после? Я думаю, до... Ответил Ксаверий Антонович. Ксюшка, примус. Сейчас все придут. Все страшно заинтересованы. Страшно. Я пригласила и Софью Ильиничну. А столик? Достали. Достали. Но только... Он с гвоздями. Но ведь я думаю, ничего. Мгм... Конечно, это нехорошо. Но как-нибудь обойдемся. Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инфрустацией. И пальцы у него сами собою шевельнулись. Павел Петрович заговорил. Я, признаться, не верю. Не верю. Как хотите. Хотя, правда, в природе... Ах, ну что ты говоришь? Это безумно интересно. Но предупреждаю. Я буду бояться. Мадам Лузина оживленно блестела глазами. Затем выбежала в переднюю, поправила наскоро прическу у зеркала и впорхнула в кухню. Оттуда донесся рев примуса и хлопанье Ксюшкиных пяток. Я думаю, начал Павел Петрович, но не кончил. В переднюю постучали. Первая явилась Леночка, затем квартирант. Не заставила себя ждать и Софья Ильинична, учительница второй ступени. А тотчас же за ней явился и Бабарицкий с невестой Ниночкой. Столовая наполнилась хохотом и табачным дымом. Давно, давно нужно было устроить. Я, признаться... Ксаверий Антонович, вы будете медиумом, ведь да, да, господа, кокетничал Ксаверий Антонович. Я ведь в сущности такой же непосвященный. Хотя... Э, нет, у вас столик на воздух поднимался. Я, признаться, уверяю тебя, Маня собственными глазами видела зеленоватый свет. Какой ужас! Я не хочу. При свете, при свете, иначе я не согласна, кричала крепко сколоченная материальная Софья Ильинична. Иначе я не поверю. Позвольте, дадим честное слово. Нет, нет, в темноте, когда Юлий Цезарь выстучил нам смерть... Ах, я не могу о смерти не спрашивать, кричала невеста Бабарицкого, а Бабарицкий томно шептал. В темноте, в темноте... Ксюшка с открытым от изумления ртом внесла чайник. Мадам Лузина загремела чашками. «Скорее, господа, не будем терять времени!» И сели за чай. Шалью, по указанию к Саверии Антоновича, наглухо закрыли окно. Впередний потушили свет, и Ксюшке приказались сидеть на кухне и не топать пятками. Сели. И стало темь. Часть вторая. Ксюшка заскучала и встревожилась сразу. Какая-то чертовщина! Всюду темень, заперлись. Сперва тишина, потом тихое, мирное постукивание. Услыхав его, Ксюшка застыла. Страшно стало. Опять тишина. Потом неясный голос. «Господи!» Ксюшка шевельнулась на замасленном табурете и стала прислушиваться. Тук-тук-тук-тук. Будто голос гостя, чистая тумба, прости, господи, забубнил. А-га-га-га. Тук-тук. Ксюшка на табурете, как маятник, качалась от страха к любопытству. То черт с рогами мерещился за черным окном, то тянула в переднюю. Наконец, не выдержала. Прикрыла дверь в освещенную кухню и шмыгнула в переднюю. Тыча руками, наткнулась на сундуки. Протиснулась дальше, пошарила, разглядела дверь и приникла к скважине. Но в скважине была адовая тьма, из которой доносились голоса. Часть третья. Дух, кто ты? А-бэ-вэ-гэ-дэ-е-е-жэ-зэ-и. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И вздохнули голоса А, Б, В, Г, им, тук, тук-тук, им, пе, ра, о, господа, император на, по, тук, тук, на, по, ле, он. Боже, как интересно. Тише. Спросите. Спрашивайте. Что? Да, спрашивайте. Ну, кто хочет? Дух императора, прерывисто и взволнованно спросила Леночка. Скажи, стоит ли мне переходить из главхима в железком или нет? Тук-тук-тук. Ду-ду-ра, отчетливо ответил император Наполеон. Ги-и-и, гигикнул дерзкий квартиран. Смешок пробежал по цепи. Софья Ильинична сердито шепнула. Разве можно спрашивать ерунду? Уши Леночки горели во тьме. Не сердись, добрый дух, взмолилась она. Если не сердишься, стукни один раз. Наполеон, повинуясь рукам Ксаверия Антоновича, ухитрившегося делать два дела, щекотать губами шею мадам Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в мозоль Павла Петровича. Болезненно прошипел Павел Петрович. Тише, спрашивайте. У вас никого посторонних нет в квартире? Спросил осторожный Бабарицкий. Нет, нет, говорите смело. Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики? А-а-а, это интересно, тише. Считайте. Так, так, застучал Наполеон, припадая на одну ножку. Те-ор-и-три-ме-ся-ца. А-а-а, слава богу, вскричала невеста. Я их так ненавижу. Тссс, что вы? Да никого нет. Кто их свергнет? Дух, скажи. Дыхание затаили. Так, так. Ксюшку распирала от любопытства. Наконец, она не вытерпела. Отшатнувшись от собственного отражения, мелькнувшего во мгле зеркала, она протиснулась между сундуками обратно в кухню. Захватила платок, шмыгнула обратно в переднюю, поколебалась немного перед ключом, потом решилась, тихонько прикрыла дверь и, дав волю пяткам, понеслась к Маше Нижней. Часть четвертая. Маша Нижняя нашлась на парадной лестнице у лифта внизу, вместе с Дузькой из пятого этажа. В кармане у Нижней Маши было на десять тысяч семечек. Ксюшка излилась. Заперлись они, девоньки, записывают про императора и про большевиков. Темно в квартире, страсть. Жилец, барин, барыня, хахаль ейный, учительша. Ну, изумлялась Нижняя и Дузька, а мозаичный пол покрывался липкой шелухой. Дверь в квартире номер три хлопнула и по лестнице двинулся вниз, бравый в необыкновенных штанах. Дузька и Ксюша и Нижняя Маша скосили глаза. Штаны до колен были как штаны из хорошей диагонали, но от колен расширялись, расширялись и становились как колокола. Квадратная бронзовая грудь распирала фуфайку, а на бедре тускло и мрачно глядела из кожаной штуки востроносое дупло. Бравый, лихо закинув голову золотыми буквами на лбу, легко перебирая ногами, отчего колокола мотались, спустился к лифту и, обжегши мимолетным взглядом всех троих, двинулся к выходу. Лампы потушили, чтобы я, значит, не видела хи-хи, и записывают. Большевикам говорят крышка, император хи-хи. С бравым что-то произошло. Лакированные ботинки вдруг стали прилипать к полу. Шаг его замедлился. Бравый вдруг остановился, пошарил в кармане, как будто что-то забыл, потом зевнул и вдруг, очевидно раздумав, вместо того, чтобы выйти в парадное, повернулся и сел на скамью, скрывшись из Ксюшкиного поля зрения за стеклянным выступом с надписью «Швейцар». Заинтересовал его, по-видимому, рыжий потрескавшийся купидон на стене. В купидона он впился и стал его изучать. Облегчив душу, Ксюшка затопала обратно. Бравый, уныло зевнул, глянул на браслет часы, пожал плечами и, видимо, соскучившись ждать кого-то из квартиры номер три, поднялся и, развинченно помахивая колоколами, пошел на расстояние одного марша за Ксюшкой. Когда Ксюшка скрылась, стараясь не хлопнуть дверью в квартире, в темноте на площадке вспыхнула спичка у белого номерка двадцать четыре. Бравый уже не прилипал и не позевывал. «Двадцать четыре», — сосредоточенно сказал он самому себе, и бодрый, и оживленный, стрелой понесся вниз через все шесть этажей. В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал, как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель. Потная Софья Ильинична, не переставая, читала азбуку. Руки онемели у всех, кроме Ксаверия Антоновича. Мутные беловатые силуэты мелькали во мгле. Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим в нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх. «Ах! Довольно! Я боюсь!» «Нет! Пусть, милый! Дух! Выше! Никто не трогает ногами! Да нет же! Тссс! Дух! Если ты есть, возьми ля на пианино!» Грек оборвался сверху и глянул всеми ножками в пол. Что-то с треском лопнуло в нем. Затем он забарахтался и, наступая на ноги взвизгивающим дамам, стал рваться к пианино. Спириты, сталкиваясь лбами, понеслись за ним. Ксюшка вскочила, как стрепанная сицевого одеяла в кухне. Ее писка «Кто такой?» очумевшие спириты не слыхали. Какой-то новый, злобный и страшный дух вселился в стол, выкинув покойного грека. Он страшно гремел ножками, как из пулемета, кидался из стороны в сторону и нес какую-то околесицу. «Дратума! Бы!» «Миленький дух!» – стонали спириты. «Что ты хочешь?» «Дверь!» – наконец вырвалось у бешеного духа. «А-а-а! Дверь! Слышите, в дверь хочет бежать! Пустите его!» «Трык-трак-тук!» – заковылял стол к двери. «Стойте!» – крикнул вдруг Бабарицкий. «Вы видите, какая в нем сила? Пусть, не доходя, стукнет в дверь!» «Дух! Стукни!» И дух превзошел ожидания. Снаружи в дверь он грянул, как будто сразу тремя кулаками. «А-а-а-ай!» – взвизгнули в комнате три голоса. А дух действительно был полон силы. Он забарабанил так, что у спиритов волосы стали дыбом. Вмиг замерло дыхание, стала тишина. Дрожащим голосом выкликнул Павел Петрович. «Дух! Кто ты?» – из-за двери гробовой голос ответил. «Чрезвычайная комиссия!» Дух испарился из стола позорно в одно мгновение. Стол, припав на поврежденную ножку, стал неподвижно. Спириты окаменели. Затем мадам Лузина простонала «Боже!» и тихо сникла в неподдельном обмороке на грудь к Саверию Антоновичу, прошипевшему. «Черт бы взял идиотскую затею!» Трясущиеся руки Павла Петровича открыли дверь. Вмиг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась передней. Мелькнула бронзовая грудь, граненый ствол, серая шинель, еще шинель. Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зловеще ухмыльнувшись, сказал «Ваши документы, товарищи!» Эпилог. Бабарицкий сидел неделю. Квартирант Иксаверий Антонович 13 дней, а Павел Петрович полтора месяца.